Кабинеты стоматолога, акушерогинеколога, невролога, рентгена. И это не говоря уже об участковых терапевтах и педиатрах. На первый взгляд и не скажешь, что находишься в сельской амбулатории. Ее построили в 1976 году по инициативе руководства опытного завода в НИИ ГАЗ. И входила развилковская амбулатория в состав структурных подразделений Центральной районной больницы города Видное. Тогда она обслуживала порядка 8 тысяч человек. Сейчас число зарегистрированных возросло до 12 тысяч. Здесь можно получить услуги специалистов общей и узкой направленности. Выезжать в районный центр зачастую местным жителям нет надобности. Население довольно качеством обслуживания именно врачами. Неоднократно наше население нам писало благодарности на врачей и педиатров, и участковых терапевтов, и на врачах-тальмолога, врача дневного стационара. Коллектив у нас омолаживается. У нас пришли очень много молодых сотрудников. И ветераны нашей амбулатории передают свой опыт молодым. Молодые это воспринимают и очень активно участвуют в работе и качественно оказывают медицинскую помощь. И со дня в день делится своим опытом и старожил амбулатории Мария Кучерова, которая работает здесь медсестрой почти с основания. За долгие годы у женщины появились свои секреты общения с пациентами. Медики должны быть немножечко психологами. Надо видеть, кто перед тобой и как с ним разговариваем. Стараемся, как говорится, работать так, чтобы не было нареканий, не было претензий, не было жалоб. А вот участковый терапевт Елена Лихошерстова пришла в развилковскую амбулаторию всего 4 года назад. Сразу после университета. Коллектив встретил ее радушно и набираться профессионального опыта ей здесь было комфортно. Да лучше их нет никого. Почему? А потому что люблю я их. Все 40 лет в коллективе амбулатории царит дружеская атмосфера. Каждый готов прийти друг другу на помощь. Также дружелюбно врачи относятся и к пациентам. Изначально я познакомилась с педиатрическим коллективом. Потом мне сказали, вы не хотите поработать терапевтом. Я пришла, в принципе, коллектив мне понравился. Это первое. Второе, что близко к дому. Это очень хорошо. Ну и все остальное меня устраивает. В 2012 году в амбулатории был сделан капитальный ремонт и закуплено новое оборудование. Сейчас активно внедряется электронная запись. Для полного удобства посетителей здесь работает государственный аптечный пункт, где продаются лекарства по льготным ценам. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.